Так, у нас сегодня второй день лимфатического массажа курса, и я попросила своих учеников прежде всего разобраться с состоянием своей лимфатической системы. То есть мы первый день занимались с диагностикой состояния лимфатической системы самого себя. Потому что, чтобы другому оказать помощь, надо прежде всего быть здоровым самому, а то больной лечит больного. Что из этого получается, что получается, статистика нам говорит. Итак, вчера мы провели диагностику по пульсу, вчера мы провели диагностику по пульсу на лучевой артерии, на сонной артерии, провели диагностику верхнегиафрагмальных лимфатических узлов. И на сегодняшний день у нас сложилось ощущение у каждого, у каждого, каждый день должно быть осознание, где у него сегодня идет криминальная проблема. С этой криминальной проблемой сегодня мы и работаем. Потому что всегда задаете вопрос, с чего начинать. Начинать всегда с той беды, которая наиболее в организме выражена. Чтобы не произошло дальнейшее усугубление ситуации. Поэтому на сегодняшний день у нас в организме, где эта главная триггерная точка, болевая, дискомфортная, которая на сегодня мешает жить. Это где? Это комок в горле. Комок в горле. Значит мы говорим, что комок в горле у нас всегда больше с правой стороны или с левой? Больше с левой. С левой стороны это закрытый левый венозный угол. Что происходит? Когда у нас увеличены лимфатические узлы на фоне хронического воспаления, хронический фаренгит, на фоне застоя в щитовидной железе, утек создает в шейном отделе, возникает вот это вот ощущение. Посмотрите, сколько здесь лимфатических узлов. Вот это вот называется шейная удушка. Комок это шейная удушка. Сколько времени эта проблема? Ну уже достаточно. Уже достаточно много. У нас узи щитовидной железы есть? Шеи. Узи сосудов шеи есть. Насколько сужен просвет сосудов шеи? Не помню. 50% вы мне вчера обрели. 50% это с левой стороны. Это с левой стороны. Мы имеем комок с левой стороны, где на 50% в соответствии с узи сосудов шеи и головы у нас есть сужение. В сужении сосудов всегда принимают участие увеличенные лимфатические узлы, сдавливающие просвет сосудов. То есть устранив лимфостаз, мы уберем и комок в шее. Ваша беда где на данный момент? Пусть ваша беда будет где-то. Что же сейчас, на сегодняшний день, самое актуальное? Это левая часть грудины. Значит, мы всегда смотрим с вами куда? На схему лимфатической системы. Левая половинка грудины. Это проблема сердца. Насколько давно появилась вот эта вот беда? Или только вчера мы ее обнаружили? Мы вчера. Вчера обнаружили. Так не обращали внимания? Аритмия вам непонятная? Да, я не обращала. Не обращали просто внимания на аритмию. Видите, диагностика лимфатической системы, она получается точнее, чем МРТ, точнее, чем УЗИ. Потому что она направляет человека, показывает, где застойная зона на данный момент. Выявилась эта тема левых грудных лимфатических узлов. При какой диагностике? При пульсовой, при сонной? При пульсовой и потом сонной. И пульсовой, и сонной. То есть всего-навсего пульсовая диагностика конкурирует с УЗИ по степени поймать нарушения. Но мы же это не делаем. Мы главное, получается, отодвинули в сторону, а делаем только то, что инструментальное. А тут тело само подсказало. Ваша тема где остается? Это пазухи носа. Сколько лет у вас насморк уже? Года три. Года три. Лорд-доктор смотрел у нас пазухи носа? Да, киста обнаружены здесь. Киста правой гайморовой пазухи обнаружена. Терапия, которую вы делали под руководством доктора, привела к результату? Нет. Поэтому вы и здесь. Поэтому мы теперь подключим киста правой гайморовой пазухи. Это нарушение оттока лимфы по носогубной ветке в венозный угол. Если это правая тема, я обязана спросить, у вас есть проблема правой ноги или правого кишечника? При диафрагмальном дыхании вчера вы поймали? Правой почки. Правой почки. Я почувствовала только правую сторону, когда втягиваю живот. То есть это вы вчера поймали еще и почку. Но не бывает лимфостаза вот на таком кусочке. Лимфостаз, если мы закрыли правый венозный угол, то значит у нас под правой почки нарушился отток. Значит, что мы теперь можем поймать? Кисту здесь либо надпочечника, либо почки. Но мы ее не проверяли. Хорошо, что мы на диагностике это поймали. Теперь мы знаем, что надо еще сделать УЗИ почек. Вот, как бы продолжение вот этой темы. И уже устранять, устраниться, по крайней мере рост остановить, кистозный рост остановить. А это значит убрать лишнюю слизь. Что такое киста? Это слизь и грибковая микрофлора чаще всего. Поэтому уберем вот эту тему тогда. Молодой человек, у вас какая беда остается? Кровоснажение головы. Головы, конкретно где? Правая сторона. Правая сторона. Затылок или больше здесь, под челюстный? Больше затылок. Затылочные лифузлы. Опять мы с вами смотрим на лимфатическую систему, да? Вот затылочные лифузлы справа. Это закрытый правый венозный угол. С чего мы и должны как следует отработать. Видите, каждый день мы должны находить у себя криминальную систему. Это что, я теперь должен мне всю жизнь лимфатический массаж делать? Я говорю, нет, ты, конечно, можешь болеть. Это твои проблемы как бы. Но разберись в себе, есть беда, ты делаешь. Нет беды, что тогда делать? Поэтому мы проверяем ежедневно, где лифостаз, а стало быть, это место снижения иммунитета, которое сегодня, приняв меры, мы не допустим криминальную ситуацию. С какой точки вы выловили, что именно вот это? С диагностики пульсовой? Ребята, пульсовая диагностика, всего-навсего. На лучевую артерию сделали диагностику и поймали, что вот этот кусок нарушено кровоснабжение. УЗИ сосудов есть у нас? Но теперь мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы четко понять, где у нас идет максимальное сужение. Его отработать при повторном УЗИ через год, потому что нужно время на изменения. Мы должны получить улучшение кровообращения в этом месте, которое у нас нарушилось. Какая беда? Головная боль. Головная боль? Да, да. Она с какой точки появилась у нас головная боль? Вы знаете, вот трудно сказать, то есть, в общем-то, как бы, вот, то один висок, то другой, вот это вот. А, затылок, все-таки вы мне показываете, затылочные лимфатические углы. И шеи, да. Да, и шеи. Поэтому закрытые венозные углы получаются, идущий воспалительный процесс, а здесь у нас проблема швов, которые мы будем отдельно разбирать, как работать со швами. Возможно, это было во втором классе аппендицит, там в 23 года кесарево сечение, потом уже в 40, это я вам стандартно описываю женщину. А уже в 40 это удаление миомы, 40 с чем-то, разницы нет, но все под один стандарт идет. Вот, и теперь у нас шов, вот, удаление миомы есть такой, да? Теперь у нас шов, вот, удаление аппендицита есть такой, чувствуете, да? У всех одно и то же. И еще один там шов, что было? Двурогая матка? Нет. Отдельная операция, нет? Два шва там у нас, да? Внизу живота два шва, это нарушенная единая сетка. Лимфатическая, венозная и артериальная, и поэтому верхний лимфостаз дает венозное полнокровие. УЗИ сосудов головы у нас тоже есть. Мы должны научиться с этим жить. Швы, так швы, что ж теперь будем учиться, как работать со швами, чтобы они меньше влияли на состояние венозного полнокровия. Один раз сделали операцию, на всю жизнь пальцы должны туда лазить. Если положив сюда пальцы, мы головную боль сразу начинаем испытывать на шов, положив пальцы. Значит, мы будем каждый день до тех пор держать пальцы на шве, пока у нас не уйдет этот рефлекс. Где сейчас головная боль? Не головная боль, под мышками. Где? Межреберная невралгия. С какой стороны? С левой. Опять смотрим, да? Вот они, лимфатические узлы. Стало быть, у нас где-то вот здесь идет лимфостаз. На лимфостазе идет застой, закисление. Действие на рецепторы боль. Вот она боль. Она постоянная, эта боль? Или она появляется, когда мы работаем? Ну, когда проверяем сразу. С пульса даже мы поймали. С пульса мы поймали межреберную невралгию, которая говорит, а кто ее знает откуда? Стало быть, это лимфостаз левой стороны. Это сигмовидная кишка, это нисходящий отдел кишечника, это поджелудочная, это левая сторона у нас желудка получается, да? Вот левосторонний лефостаз где-то проявится застой. Вот он и проявился. Что за дела у нас? У меня вот справа вот здесь. Конкретно справа, заточная. У меня тоже из кистов-гаймаров. А, тоже кистов-гаймаров. Кистов. кандидоз. Кистос гормона образующих органов. Посмотрите, это что идет у нас с детства? Стандартно. Сначала кисточки в яичниках. У девчонок, у мальчиков половых органов кисточки идут. Затем у нас идет киста надпочечника. Затем киста щитовидной железы. Затем киста гипофизы гипоталяруса. Мозг гормона образующих органов. Осталось мне сказать, что киста щитовидной и киста грудной. Кистос. Кандидоз. Кистос. Шишковидной железы киста. Киста в печени. И проблемы с коленами. И проблемы с коленами. Вот, ребят, мы говорим о том, что мы даже уже только по одному анамнезу, по диагностике, своей диагностике, самим собой определили, к какому специалисту нам надо обращаться и определили, что надо делать с телом, чтобы убрать вот эту последовательность. Кистоза гормона образующих органов. Грибы идут туда, где гормоны. Грибы идут туда, где гормон образующих органов застой. И вместе слизь и гормон, и получается микрофлора выдают нам вот это затвердение. Где у вас остается, молодой человек, беда? Височный отдел. Височный отдел. Ушной отдел. И висок. Какая сторона? Левая. Левая сторона. Вот здесь у нас. Иодная часть. Но она проявляется, когда уже... То есть мы можем сказать вот так. Я когда детей спрашиваю, а как у вас? А нет? Вот так руку кладут. Либо как? Темечка, да, когда болит? Либо лобная, когда болит, да? У вас, дама, какая тема? На сегодняшний день, как мы можем сказать, где этот криминал на сегодня, который мы сегодня должны отработать? Это голова. Это надлобная часть головы. Правая или левая? С двух сторон. С двух сторон. Так, лобная. И небольшое ремокружение. Волосы, да? Ну, я его... Убрали. Гипофиз, хипоталямус. Это идет еще, и надо уши проверить, да, получается. Вот. Слуховой аппарат. Вот так вот нужно приучиться каждому человечку, чтобы не идти осознанно на криминал, ежедневно отрабатывать те проблемы, это нельзя откладывать, которые сегодня считаются главными. И в конце дня мы красавчики, пересном красавчики, если нам удалось убрать. Опять, всего-навсего, можете по пульсовой волне проверить. Итак, вы убрали этот застой или не убрали? Если убрали, вы молодцы. Если не убрали, а сразу обычно не бывает, вы это потихонечку, ежедневно отрабатывая, приводите к результату. Все должно иметь результат. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ...области яичников. Закон притяжения земли работает. Мы тут ничем не работаем. Поэтому, работая с помощью лимфатического массажа, мы сейчас с вами посмотрим, что мы можем добавить. Мы можем прогладить нашу лимфу, которая в паху находится, и начинать отрабатывать ноги. Лимфатический массаж ног позволяет восстановить кровоснабжение в яичниках, в трубах. И вот вам ранний климакс уходит. Итак, посмотрим с вами. Давайте я вам на одной ножке покажу, потому что можно двумя ногами заниматься, можно одной, для того, чтобы они всегда были стройными. А красота женщины еще и в стройных ножках. Мы должны с вами отрабатывать лимфу вниз, паху по бедру. И, конечно, вот здесь вот сейчас проблема коленок. У большинства женщин уже есть, да? Уже голеностопы вот такие, смотрю, гораздо моложе меня голеностоп отечный. Мы с вами отрабатываем вдоль вены лимфатический массаж. Посмотрите, я просто проглаживаю. А, нет, я привыкла всегда две ноги держать вверх. Проглаживаю поверхность чего? Вены. И не давя, пожалуйста, мы делаем лимфатический массаж сосудов. Посмотрите, что я делаю, да? Я накладываю руки вдоль вены и иду вдоль вены. С каким нажимом? Напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. Когда спрашивают о том, как восстановить клапаны, как сделать ножку худой, вот этот лимфатический массаж ноги, нам и позволяет это сделать, да? Гимнастика ниши. Мы регулярно ей отрабатываем руки. Здесь еще получаются подмышечные лимфоузлы. Мы с вами восстанавливаем лимфооток самостоятельно. Что за усилия? Они едва-едва. А теперь помощь коленкам, да? Помощь коленкам у нас с вами идет к наружной поверхности голени. Вот если вы коленочку потрогаете, здесь удивительнейшее место. Точка ста китайских императоров. Вот здесь она находится у нас. Итак, ваша задача. Начиная от коленочки, поднимаясь вверх, убрать болевые ощущения. Здесь мы работаем уже более с вами так напряженно, то есть до первого болевого ощущения. И убрав боль в наружной поверхности, мышц голени вот здесь, мы с вами приходим к тому, что у нас спокойно сгибаются наши ноги и коленки. Это ежевечерние мероприятия, ежевутренние, как у вас время есть, да? И, пожалуйста, отрабатывайте непосредственно коленные суставы. Сначала вы лимфатический массаж, а затем коленные суставы. Вот так, как будто вы мячик бросаете, да? Посмотрите, сколько? Да сколько получится, да? И, конечно, пребывание вот в таком состоянии позволяет убрать утечность ног достаточно эффективно. Поэтому переходим опять с вами в состояние посидеть. Обязательно после работы с ногами мы с вами должны убрать последствия перемещения лимфы вверх. А значит, что сделаем? Лимфатический массаж. Ну что, я более молодой стала дамой, да? Потому что отрабатываются застойные зоны в теле. Вот эти небольшие упражнения выполняемые систематически, ежедневно, в любой момент, за бесплатно, как мне говорят. Я не могу, потому что не могу. Мы все можем, господа. Поэтому я желаю вам желать всего того, о чем я говорила, и делать это, быть здоровыми и красивыми и желанными. Полный присед. Раскачка паховых лимфатических узлов. Вот уж тут не будет воспаления суставов. Сколько суставов у краба? Надо посмотреть, какое удовольствие испытывает краб при выполнении этого упражнения. Так, где же ваши моськи, товарищи? Что-то вы от меня отвернулись. Вот моська. Вот, вот какое удовольствие при прокачке тазобедренных суставов. Наша, как жить со здоровьем большим количеством суставов? Если сравнить суставы вот этого краба, и у нас тогда задача более легкая, потому что у нас суставов по количеству меньше. Но наблюдая за поведением тех животных, которые у нас имеют суставы, мы, конечно, можем понять, что их долгожительство и их такое свободное обращение со своими суставами, это постоянное движение. Поэтому есть упражнение, которое называется крабик. Я так назвала его для себя. Это упражнение, когда мы постоянно работаем с коленными суставами, потому что лимфатическая система у нас, это медленное движение лимфы. Поэтому потихонечку приседая, иногда пациенты у меня даже вот так легко присесть не могут, потихонечку приседая, мы все-таки с вами доходим до полного приседания, потому что нам нужно все равно это полное приседание делать. И совершенно присев на коленочки, коленочки мы с вами делаем как у крабика, раскачивающие движения, когда у нас получается восстановление кровообращения и в коленных суставах. Никогда нельзя пропустить ни одного дня без работы с коленными суставами. Работают голеностолбные суставы и тазомедренные одновременно. Значит, мы сейчас с тремя видами суставов, потом еще множество суставов стопы, работаем, наблюдая за природой. Это обязательное ежедневное упражнение с нашим телом для... Катаемся на пихтовом. Приют пихтовый. Приют пихтовый, да? Солнышко ловим. Ловим солнышко, да. О, нам нужен! Каток зимой приходит к нам, кровь распространяя. Он не так. А когда тело кровоснабжается, оно, конечно, не разрушается. Если застоя нигде нет, главный труд им не идет. Всем скатка привет! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...